Центр Харькова сегодня ночью обстреливали из артиллерии, а также нанесли удар с использованием ракеты типа «Калибр», которая была выпущена с кораблей Черноморского флота России. В городе уже уничтожено 1143 здания, 998 из них – жилые. Наши коммунальники, волонтеры восстанавливают все, что сегодня мы имеем возможность восстановить. Мы по-прежнему подаем воду в дома, мы по-прежнему организовываем подачу тепла в дома харьковчан. Мы вместе делаем все возможное, чтобы Харьков держался, выдержал и победил. Одной из критических точек в Харьковской области, где продолжаются обстрелы, остается и город Изюм. Там уже много дней идут бои. Город разделен на две части по реке Северский Донец. В северной части находится Российская армия в Южные вооруженные силы Украины. Это наш парк. Ювелейный сгоревший. Сегодня также продолжают устранять последствия обстрела одного из пищевых предприятий Чернигова. Там накануне вечером в результате попадания снаряда поврежден магистральный аммиакопровод, а также произошло осколочное повреждение емкости с аммиаком. Жертв и пострадавших по предварительной информации нет. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. По его словам, подразделения ГСЧС держат ситуацию под контролем. Концентрация испарений аммиака в пределах допустимой нормы. Однако обстрелы города продолжаются, и дальнейшие поражения предприятия могут привести к утечке аммиака, опасной для жизни граждан. Москальская мразь по Черниговщине гатила всю ночь. Артобстрелы, авиаобстрелы. Чернигову снова досталось, прилетело. Но Чернигов не сокрушимый. Но Чернигов не злавный. Россия сбрасывает запрещенные фосфорные бомбы на Луганскую область. Такое оружие приводит к ожогам дыхательных путей и смерти. Особенно оно опасно в закрытом помещении. За сутки в результате ракетного удара и применения фосфорных снарядов в регионе повреждено более 30 объектов, из них 23 жилых дома. Окупанты обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременную, Новодружеск, Воеводовку. В Рубежном погибли 4 человека, из них двое детей. Шестеро мирных жителей ранены. По данным главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, сейчас в области 35 населенных пунктов без света, 27 без газа. Нам удалось вывести ориентировочно 700 человек из разных населенных пунктов Луганской области. Пытаемся все-таки пробиваться хоть как-то, чтобы сделали гуманитарные коридоры и для Рубежного, и для Попасной. Но не идут нам навстречу россияне, не хотят они. У них задача немного другая. Они хотят просто уничтожить всех, устроить такой геноцид Луганщины, украинского народа. Но я уверен, что наши защитники в ближайшее время повыбивают их из тех городов, куда они частично зашли. Сегодня утром были слышны взрывы и виден пожар в порту Бердянска. Военно-морские силы Украины сообщили, что уничтожили российский десантный корабль Черноморского флота «Орск». По данным российских изданий, он 21 марта доставил в порт боевую технику. Уничтоженный корабль мог быть задействован в оккупации Крыма. Об этом еще в конце 2020 года писали волонтеры Международного разведывательного сообщества «Информнапалм». Николай Саракваш, Наталья Волошина. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.